Украинскому фронту нужны бойцы, говорят военные эксперты. Те, кто подписал контракт, на войну едут неохотно. Генералы ситуацию оценивают сдержанно. В то же время среди украинцев все чаще звучит вопрос, будет ли седьмая волна мобилизации. Корреспонденты проекта Донбасс-Реалии попытались узнать больше. Я 10, 6, 14! 3, 3! Сейчас мы находимся во Львовской области на базе 184-го учебного центра. Именно сюда с военкомата попадают мужчины и женщины, которые решили подписать контракт. Это КПП они пересекают еще гражданскими. Покидать его будут уже военнослужащими Вооруженных сил Украины сроком на полгода, три года или до окончания особого периода. Он родом из небольшого городка Ривненской области. Ему всего 18. С такими, как Владимир Стрык, будущими контрактниками, которым еще не исполнилось 20-ти, в учебном центре перестраховываются. Сразу же звонят родителям. Вы знаете, что он собирается укладывать контракт, идти в армию? Вы не даете свою сгоду? Доброе, я зрозумела вас, спасибо вам. Добро от мамы получено, теперь самому надо объяснить, для чего меняет размеренную мирную жизнь на суровые армейские будни. У меня было 10-11 лет, и я в кино смотрелся, и военнослужащий. От того, что я участвую, я просто желаю. А дальше врачи, психологи. Если замечаний у комиссии нет, кандидат может заключать контракт. И вот одна подпись, и три следующих года Владимир, украинский военнослужащий. О джинсах и футболках новобранец теперь может забыть надолго. Новую экипировку сходу освоить получается не у каждого. Здесь никаких тепличных условий, исключительно полевые. Жить новобранцы будут вот в этих палатках. Тут у Владимира появился не только новый дом, но и друг. Вячеслав Верещага тоже новоиспеченный контрактник, но уже с боевым опытом. На передовую пошел добровольцем весной 2014-го. Ему к таким условиям не привыкать. Не можно просто к одеялом укрываться. Понял? Угу. Укрылся, тепло, хорошо. Вячеслав со своим подразделением прошел не один бой под Марьинкой, Красногоровкой, Зайцево. Демобилизировался в апреле этого года, но передовая не отпускает. Другие мамы поедешь, там другая мама позвонит, чтобы просто поговорить за меня. Они потеряли своих сынов, сынов, которые были со мной. То есть... И меня это очень беспокоит. Я не могу там находиться дома беспокойно. Первые номера вперед! На Яворевском полигоне новобранцев учат стрелять практически из всех стволов. От артиллерийских орудий до стрелкового оружия. Тут лучше. И закрывай кушку. Задача у вас не стоит вразить, чем больше этого мещения. Научиться стрелять. Стреляем за допомогою бинокулярного прицеливания. Инструкторы новичков не жалеют. Минимум теории, максимум практики. Допустим, если ты группа из 5-7 человек, и не надо не кричать там, там, Вася, иди сюда, то это очень хорошо. Только по мимике, по жестам все это прекрасно понимается. Только через этот центр за год прошло почти 8 тысяч контрактников. Он один из самых больших в Украине. Но людей, которые хотели бы пополнить армейские ряды, все равно не хватает. На передовой тоже не скрывают. После демобилизации последней волны подразделения укомплектованы далеко не на 100%. А тут еще и палки в колеса вставляют в тылу. Испытания бюрократии проходят не все будущие бойцы. Стыкаются с этими проблемами, идут по разным организациям брать эти доведки. Это, конечно, занимает час. Какие-то там, певни, потребуют затраты и часу, и силы. И поэтому они лекаются цего, кидают и потом эту справу залишают. По подсчетам военного эксперта Олега Жданова, в вооруженных силах сейчас не хватает почти 60 тысяч военных. Даже после того, как контрактникам на передовой подняли зарплату до 11 тысяч гривен, желающих отправиться на фронт больше не стало. Одна из главных причин, говорит эксперт, ничтожный соцпакет. Государство слишком дешево оценило жизнь бойца. В случае внезапного обострения ситуации нам нечем будет перекрыть фронт. Мы вернемся в мае 2014 года. Мы будем опять кидать лозунг «Спасайте страну». Опять будем формировать добровольческие батальоны. Опять будем закрывать дырки на автобусах «Богдан». Прежде чем подписать контракт, Владимир на вопрос, готов ли он отправиться на передовую, ответил утвердительно. Но даже надев военную форму, война по-прежнему кажется ему чем-то далеким и малопонятным. Допустим, я вийду в дыральню, там на меня кто-то воров нападе, прийдеть ее убитым. Прожьем, я все-таки жива людина. Як пью. Не знаю.